Всех хочу поприветствовать на своем канале. Пока новостей никаких нет. И я хочу продолжить снимать видео об антеннах. Сегодня мы опять поговорим об очередной антенне Т2. Или их еще можно назвать дециметровой антенной. Это будет уже, я не знаю, самая-самая, наверное, простая антенна. Потому что проще уже вообще некуда. Я в предыдущих видео показывал, какие антенны можно сделать очень просто. Из куска кабеля в течении 5-10 минут. Но эту антенну можно сделать, опять же, с того же куска кабеля. Ну, наверное, минуты за 3 где-то. И потратив еще меньше усилий и меньше навыков. Я предлагаю посмотреть это видео. Потом дальше будет идти оценка этой антенны. Точнее, испытания. Также об этих антеннах можно посмотреть у меня на сайте. Там, кроме как об антеннах, есть еще полезная информация. Частоты по спутникам, ключи, обновление частот. Информация там тоже будет вам полезна. Заходите на сайт. Давайте откроем статью об антенне Т2. Вот эта статья. Здесь можно видеть, что этих типов антенн существует как минимум 2. Антенна, которая имеет разрыв экранированного провода. Здесь по центру. И антенна, которая имеет сплошной экран. До этого я делал все антенны по такой конструкции. А сегодня я расскажу про более простую и традиционную конструкцию. Это без разрыва экрана. И где центральный провод по кругу он замыкается на экран. Это было вступление. А теперь давай перейдем к сборке антенны. Для сборки антенны нам понадобится сам кабель. А также небольшой набор инструментов. Это линейка, ручка или маркер. Кусачки. Можно ножницы. Только крепкие. И плоскогубцы. Или крепкие пальцы. У кого как. От начала кабеля отмечаем отрезок 5 см. Дальше длину кабеля, которую можно рассчитать по формуле, которую я даю на своем сайте. Или можно примерно взять среднее расстояние. Оно ходовое практически для всего диапазона Т2. Это 45-50 см. Отмечаем это расстояние. И потом еще делаем расстояние примерно полсантиметра или сантиметр. Чтобы туда закрутить наш кабель по кругу. Теперь аккуратно снимаем изоляцию. Здесь можно даже порезать волоски, потому что они нам не нужны. Ни волоски, ни фольга. Поэтому, если даже волоски остались, все равно их придется удалить. Так что можете прорезать до самого конца. Единственное условие, чтобы не было замыкания ни одного волоска потом на центральную жилу. Поэтому я стараюсь обрезать их просто по кругу, оставив немного изоляции. И потом, отступив 2-3 мм, можно 1 см. Вам будет метка до того, чтобы потом кабель прикрутить на экран. Дорезаем последние волоски. И теперь отступаем около 1 см. И снимаем изоляцию с центральной жилы. Все. Теперь там, где мы ставили метку, нам нужно снять еще слой изоляции, не повреди волоски экрана. И потом туда закрутим кабель. Прорезаем вдоль. И аккуратно снимаем изоляцию. А теперь накручиваем центральную жилу на этот экран. Можно это сделать и пальцами. Но лучше потом зажать плоскогубцами. Под конец придаем антенне круглую форму. И на этом закончена антенна. Так что потратили мы на сборку антенны 2-3 минуты. У кого какой будет опыт. Антенна готова. Осталось на другом конце кабеля прикрутить штыкер. Убрать еще мусор. И можно испытывать антенну. Испытания я буду проводить так же, как и с предыдущими антеннами. Как я уже и говорил, у меня до ретранслятора примерно около 20 км. До ближайшего. И вот я настроил каналы. И показываю уровень сигнала. Эта антенна дает даже немножко больше уровень сигнала. Чем те антенны, у которых был разрез в экране. На этом буду заканчивать видео. Всем приятных просмотров. Подписывайтесь на канал. Будут еще интересные видео. Не забывайте ставить колокольчик. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok